Эй, танкист! Выбери один из пяти контейнеров и забирай свой приз! На VODKIT.RU решай только твоя интуиция! VODKIT.RU! Каждая шестая игра бесплатна! Ребята, стартует золотая дыхарадка Маракаси! Теперь вы можете выиграть голду в каждом видео! Внимание! В каждом видео для этого всего лишь нужно поставить лайк, вот как сейчас я это делаю. Нужно подписаться на канал и нажать колокольчик, а также досмотреть это видео. И напишите, пожалуйста, в комментариях свой игровой ник или лучше даже ID ВКонтакте, ну то есть ссылку на ваш профиль ВКонтакте. На этом все, ребята, участвуйте! Здравствуйте, друзья! С вами Маракаси! Сегодня я хотел бы поговорить о новых перках в игре World of Tanks. Правда, они пока что рассматриваются только в Блицце. Там разработчики более открытые к новым идеям, и они пытаются развивать игру активно. Ну, вообще, они как бы, ну, любят вводить что-то такое этакое. Например, они вводили, там, недавно, вот, анимешные, там, всякие танки, какие-то скины хотят ввести, совершенно непонятные, там, цветные. Хотя у нас тоже, вроде как, планируют ввести краску, там, розовую и каких-то только цветов еще не хотят добавить. Ну, в общем-то, давайте я прочитаю вам сейчас эти перки, как они работают. Это, естественно, пока что не окончательное решение разработчиков, ведут они эти перки или нет. Это они пока что рассматривают эти перки и очень активно общаются со своим комьюнити. И, конечно же, пытаются их мнение узнать, какие перки они хотели бы видеть в игре, и там можно даже предложить, вернее, свой перк, чтобы его добавили в игру. И вполне реально, что его добавят. Так что, ребята, очень интересная такая тема, я хочу ее обсудить, и давайте почитаю вам, какие перки там уже, возможно, появятся. Нейстовый захватчик. Это, напомню, перки для ЛТ. С каждым уровнем навыка пассивно ускоряет захват точки либо базы на 1%. Если вы вместе с игроком, базу захватывает союзник. Скорость захвата дополнительно увеличивается пропорционально силе его навыка. Ну что ж, перк на самом деле любопытный, но я не особо сторонник захватывать базу, поэтому лично я бы не хотел, чтобы этот перк появился в игре, чтобы какие-нибудь такие мамкины захватчики брали базу постоянно. Да ну нафиг. Лихая пристрелка навык активируется после трех нанесений урона подряд по любым танкам. Когда навык активен, следующий выстрел игрока имеет 5% шанс нанести максимальный урон. За каждый уровень шанс повышается на 5%, 50% на 10 уровне. После этого выстрела серия начинается заново. Довольно интересный действительно перк, и мне нравится идея управлять рандомом, чтобы если ты пробиваешь, если ты как-то грамотно там выцеливаешь слабые места, когда наносишь подряд урон, то в конце тебя ждет удача и тебя награждает рандом, хотя это уже не рандом, но правило такое, максимальным уроном. Это интересная действительно идея, и я бы хотел такое увидеть. Опять-таки повторюсь, что это только в Блице будет, вернее, я уже запутался. Ну, в общем, конечно же, у нас до такого далеко. Но наверняка вы понимаете, что разработчики, они как бы сначала пробуют там или в фан-режимах, или в Блице что-то такое вот новое, потому что они не могут попробовать у нас вот такой вот сразу фигак, зафигачить, потому что у нас люди, они довольно такие привыкшие к старому, и они могут не принять это, там, начать хейтить. Поэтому разработчики, они наверняка сначала в Блице тестируют, как это там зайдет, а потом подумают, а может быть и у нас в Больших Танках такое же сделать. И вполне вероятно, что, ну, если не такие перки, то какие-нибудь перки, ну, точно выйдут рано или поздно в нашей игре. Несмотря на то, что мы все привыкли к нынешним перкам, там, пожаротушение, ремонт, боевое братство, ну, ребят, не хватает разнообразия, не хватает чего-то нового, чтобы выделить вот каждый класс техники, чтобы у каждого класса были свои какие-то оригинальные перки. Это просто шикарная идея. Вот это уже звучит классно, по-моему. Ну, давайте идем дальше. Второй шанс. С каждым уровнем навык ускоряет скорость перезарядки следующего выстрела на 1%, если игрок нанес урон ХП противника предыдущим выстрелом. В случае с барабаном навык должен ускорить перезарядку следующего барабана, только если непробитие было последним патроном в барабане. По-моему, очень даже интересный перк, и я бы хотел бы увидеть такой в больших танках. Мне, действительно, вот эти условия нравятся. То есть, если ты не пробиваешь танк, то там какой-то процент у тебя перезарядки снижается, ну, вернее, быстрее у тебя перезарядка становится на какой-то процент, и ты можешь там быстрее выстрелить. Хотя я бы изменил бы немножечко этот перк, и для ЛТ важнее там нанести урона. Для этого хотелось бы, чтобы бронепробитие нормальное вылетало. Если ты не пробиваешь, то тогда бы каждым выстрелом там было бы побольше бронепробития, чем предыдущим. Вот такие условия были бы весьма, по-моему, для ЛТ полезны, хотя и вот эти вот условия, которые тут изложены, они тоже весьма неплохие, на мой взгляд, и считаю их довольно-таки интересными. Повышение морали. После каждого удачно совершенного действия, засвет врага, нанесение урона по врагу или по его модулю, захват точки, получение непробития. Мастерство экипажа увеличивается на 50% на 2 секунды. С каждым уровнем навыка увеличивается длительность эффекта. Очень интересный перк. Ну, я бы такой, наверное, прокачал бы, если бы у нас в игре было бы, ну уж точно. Потому что каждое успешное действие бустит твой экипаж, при этом сильный. При этом еще тут написано, что эффект, он может быть продлен с каждым уровнем перка. Ну, то есть там не 2 секунды, а 5, например, секунд. Но это выглядит, звучит уже как-то по-читерски. Такое ощущение, что, ну, пытается сделать так, чтобы, вот, тебе везет, фартит, ВБР на твоей стороне. Тебя не пробивает, ты пробиваешь всех, и еще у тебя и буст к экипажу жесткий. Ну, не знаю, как это точно будет работать, но звучит очень круто. В любом случае, это дает оригинальность игроку, ну, в плане именно того, что он может уже с этими перками какой-то билд свой собрать, оригинальный, уникальный. Там, может быть, он выберет какие-то перки нестандартные, и у него будет танк играться немножечко по-другому, не как у всех. И встретить 2 одинаковых танка с одинаковыми перками можно будет не так часто. И я считаю, что это отлично, потому что сейчас оригинальности не хватает перкам и полезности. То есть, некоторые перки, они довольно-таки бесполезны. Например, там, ну, лично мне не нравится перк пожаротушения. Он, в принципе, может быть полезен, но на него нужно всему экипажу прокачать его на 100%. Это уже жестко и дорого слишком. Во-вторых, это полезно только, если вы допаек возите, чтобы тушиться, и то это не очень прям сильно кардинально помогает. Но, в любом случае, вот этот перк мне понравился. Ну, в принципе, тут все перки, они хорошо продуманы, и они оригинальны, и они реально полезны. Пятый перк. Хорошая память. Игрок засвечивает врага, который нанес ему урон на 1% дольше с каждым уровнем. Тоже шикарный перк для ЛТ-вода. То есть, если ты там активно светишь, засветил кого-то, а этот противник взял, нанес тебе дамаг, то ты его на какой-то процент будешь дольше светить. Такой, типа, злопамятного, но гораздо полезней. Хороший перк. Действительно, вот то, что тут описано, ну, меня это радует. То есть, я просто респектую дико разработчикам Блица. Ну, понятно, что у них больше, там, возможности, свободы, там, делать всякие оригинальные, какие-то нестандартные вещи, и осуждения в их сторону будет меньше, потому что в Блице аудитория, ну, несравнимо меньше, чем в больших танках. Но, тем не менее, ну, то, что они придумали, уже это звучит неплохо. Хотя это всего лишь, там, 5 перков, надо смотреть глобально, какие еще перки там будут. Но это, так скажем, пока что они подбирают перки. И самое главное, самое важное, что они со своими зрителями, ну, вернее, игроками, они с ними общаются, они пытаются узнать их мнение, и даже пытаются идеи каких-нибудь у них спросить. Там, вы можете предложить какую-нибудь идею, и вполне вероятно, ваш перк, он появится в игре. По-моему, это просто шикарно звучит, ребята. Это просто отличная идея. Вот бы в больших танках все-таки разработчики тоже так прислушивались. Я их в какой-то степени понимаю, все-таки ответственность у них огромная. То есть, если они что-то не так сделают, или хотя бы предоставить там игрокам на тест что-то, то может такая жопа настать. То есть, там, хейт, всякий там, всякий хайп и так далее, что им не нужно. Ну, и они, конечно, стараются как-то все делать, ну, очень так простенько, по-старому, консервативно. Но я бы все-таки подумал о том, чтобы действительно что-то похожее в больших танках ввести, хотя бы на тест, чтобы игроки подумали. Но я думаю, что разработчики больших танков, они хотят посмотреть, как в Блице на это все среагируют игроки, и, может быть, потом это позаимствовать в большие танки. Может быть, не совсем так, потому что... Ну, не совсем так, как тут описано, потому что маленькие танки, Блицовские, они... Ну, другие все-таки, они более активные. Но, конечно, похожие перки там можно было бы позаимствовать и в большие танки. Давно, мне кажется, перки нуждаются в переделке. Надеюсь, и вы со мной, друзья, согласны. И если у вас, ребят, есть идея там по перкам, то можете написать. То есть, я, конечно, не говорю, что разработчики будут смотреть вот это вот мое видео. Может быть, и посмотрят, кто их знает. Но мне просто любопытно, на что способны вы, ребята, что вы можете придумать. Ну, или можете попробовать написать разработчикам Блица. Может быть, они идею вашу все-таки тоже рассмотрят. Ну, и, конечно, пишите более-менее так детально, чтобы было понятно, как перк действует. Давайте вместе пофантазируем. Ну, я, конечно, мог бы предложить тоже какой-то свой вариант перка. Но над этим нужно очень долго думать. И сразу так с бухты-барахты я не могу прям сразу придумать. Но, может быть, как-нибудь какие-нибудь идеи до вас донесу. Ну, я бы, например, сделал перки, которые уменьшают там сплэш этот вонючий от арты. Ну, вернее, не сплэш, а стан. То есть, слишком долго порой станет арта, особенно такие вот огромные тяжелые танки. И ты стоишь в этом стане медленный, как в киселе. Не можешь ни перезаряжаться, ни ехать, нифига не можешь. И я бы каким-нибудь перком снизил бы этот эффект. Но это, конечно, немножечко в ущерб арте будет. Но, с другой стороны, по-моему, это весьма логично, что для тяжелого танка такой перк, ну, очень был бы кстати. На фоне вы могли видеть хороший бой на МХ-13-105. Игрок старался как мог. Он тащил, он наносил много урона. Он 5 танков смог, ну, можно сказать, уже 6 танков смог уничтожить. И, надеюсь, бой вам понравился. А также понравилась эта информация. Она была вам интересна. Спасибо, ребят, за просмотр. Желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч. Пока.